И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. В этой серии мы отправимся с вами за горизонты нашей Солнечной системы, за горизонты нашей Галактики Млечный Путь. За горизонты нашей Вселенной. Вы давно просили у меня этих путешествий, и мы отправляемся далеко в неизвестность. Мы начинаем наше ускорение. Я советую тебе пристегнуть ремни покрепче. Наше путешествие будет очень быстрым и долгим. Посмотри, маленькая желтая неприметная точка. Наша звезда Солнца. Мы начинаем ускоряться и вылетаем за край нашей Галактики Млечный Путь. Прощайную наш дом. И посмотри, сколько точек. Это все галактики. Там, где есть планеты, газовые гиганты, луны, метеориты, астероиды и, возможно, даже жизнь. Здесь их просто огромное число. Как я и предупреждал, путешествие будет очень долгим. Мы можем лететь сквозь эту пучину галактик бесконечно. Это невероятно. Мы уже очень далеко от дома. Мы даже не видим ту маленькую желтую точку. Нашу галактику Млечный Путь. Она слишком далеко. Возможно, мы пролетаем рядом с галактиками. Где есть такие же живые организмы, как мы. Такие же живые организмы, как на планете Земля. Растительность. Вода. И все прочее. Ну что же. Включимся по прибытию на край нашей Вселенной. Мы на границе космоса. Мы на самом краю нашей Вселенной. Посмотри. Хочешь увидеть край? Вот он. Вот он край. Дальше уже ничего нету. Пустота. Вселенная расширяется с огромной скоростью. И все, что ты видишь, это галактики. Галактики. А вот наша необъятная Вселенная. Ее можно сейчас сжать, наверное, кулак. Поместить в ладошку. Можно еще ускориться и отдалиться. И посмотреть, насколько этот шарик может быть маленьким. Это удивительно. Но чем дальше мы отдаляемся, тем эти яркие точки на горизонте все тускнеют и тускнеют. И мы видим отдаляющиеся от нас галактики. Ну что же. Давайте посетим последнюю какую-нибудь галактику. Предпоследнюю. Вообще посмотрим галактики на краю Вселенной. Так. Я даже не знаю, в какой точке слетать. Не обещаю, найдем ли мы сегодня какие-то планеты с жизнью, живые миры. Ух ты. Ух ты. Ух ты. Невероятно. Ну, допустим. Допустим. Можно взять вот эту галактику. И перелететь к ней. Ого. Невероятно. Это больше похоже на какую-то туманность. Но выглядит великолепно. По большей части, скорее всего, здесь больше эллиптических каких-то галактик. У нас уже было путешествие в одной серии. Можете посмотреть в плейлистах Space Engine. Посмотрите путешествие на край Вселенной. Там мы, кстати, тоже находили удивительные миры. Боже, невероятно выглядит вот эта галактика. Так. Ну что же. Я хочу найти какую-нибудь уже планету поскорее. Можно взять первую попавшуюся звезду. Голубые звезды? Голубые сверхгиганты? Что здесь в изобилии? Не понимаю. Кстати говоря, здесь очень много молодых звезд. Очень много молодых галактик. Это здорово. Планет... Так. Типа звезды. Голубая звезда. Спектр 0.9.1В. А количество планет 7. Ну... Умеренная пустынная субтера. Более такое подходящее, наверное, нам объект. На который можно будет приземлиться, посмотреть. Температура 18 градусов по Цельсию. Так. А что у нас... Что у нас по классу? А, по классу у нас умеренная пустынная субтера. Действующие вулканы на планете. Ммм. Интересно. Вот только давай ты сейчас, Space Engine, пожалуйста, не ешь мой процессор. Я, конечно, знаю, ты очень прожорливый симулятор. Так. Состав атмосферы. СО2, СО2, H2С. В общем, один углекислый газ. Так. Ну да, потому что я смотрю очень много действующих вулканов. Так. Куда нам приземлиться? Вот здесь что-то такие каньоны мне напоминают, знаете, долину Маринер на планете Марс. Может быть, это молодая планета? Может, планета, которая когда-то в будущем превратится во что-то похожее на нашу планету Земля? Я не уверен. Так. Опустимся на поверхность. Поверхность. Я не понимаю, что вот за зеленый такой вот это вот это. Как будто мох, но, скорее всего, это какая-то серо-что. Откуда взялись эти каньоны здесь? То есть, я не понимаю, либо это планета, которая умерла, либо... А можно как-то посмотреть ее возраст? Ммм, так-с. Информация. Ни форм жизни, ничего. Может быть, когда-то... Да, планета была живая. Здесь текла... Текли реки, простите, а... Вообще, да, текла вода. Ух ты, вулканы. Достаточно красочно вот сейчас все это прорисовалось. Не то, что в прошлый раз я опустился на какой-то вулкан. Не пойми чего, как он выглядел. Это... Да, конечно, не хватает каких-то текстур в Space Engine. Немножко все коряво выполнено, но, тем не менее, смотрибельно и интересно. Течет, а лава стекает у нас, посмотри, вниз с этого вулкана. Ох, здесь становится довольно-таки жарко. Снег или что это? Наверное, скорее всего, это замерзший углекислый газ. Да, воды у нас нету на поверхности планеты. Видны различные породы горные. Так, ладно. Дай-ка немножко... А, подожди, стой. Я хочу, знаешь что? Я хочу опуститься. У нас же интересная такая галактика. Больше похожая на туманность. Я хочу опуститься на планету. На ночную сторону. Так, можно, знаете как, на фоне вулкана. Подожди-ка. На фоне вулкана. Вот так вот здесь. На эту сторону. Отлично. И... Ох, до чего красочные горизонты. И я хочу теперь ускорить время. Ускорю время. И посмотрим ночную сторону на этой планете. Да, конечно, отражение. Вот это свет от вулкана. Стекающий магмы. Немножко темнит. Портит. Изображение, картинку. О, стой-ка, стой. Это... А, подожди. У нас две планеты друг вокруг друга крутятся. Я понял. Я думал, это какой-то спутник. Хорошо. Ну, почему... Почему я не вижу той прекрасной галактики, ее цветов? Хотя вот синие оттенки отдают. Вижу. Ого, это... Почему такой яркий закат? Просвет, простите. Это же не двойная звездная система. А, я понял. У нас же голубой гигант. Поэтому так все ярко. Все в таких ярких тонах, скажем так. Так, ну хорошо, ладно. Давайте, наверное, вылетим с этой галактики. И найдем какую-нибудь, может быть, спиральную галактику. Что-то похожее на Млечный Путь. Хотя, как я говорил, здесь в большинстве своем... Так, стой. Такая же, да? Такая же галактика стоит. Да подожди. Я хочу перелететь к ней. Как я говорил, здесь в большинстве должны вообще эллиптические галактики быть. Ну ладно. Так. Знаете, я так давно не играл в Space Engine. В каких-то не был далеких мирах, что я даже многое забыл. Вообще, как все это выглядит, из чего состоит, как название, все прочее. Да, наши путешествия теперь будут очень долгими, я думаю. Именно на краю Вселенной. Холодная пустынная субаквария. Подожди. А что за звезда? Оранжевый карлик. Так. Что-то более подходящее. Холодная пустынная субаквария. Так. Азот, СО2. Ну, знаешь, я предполагаю, что... Здесь, возможно, есть метановые озера реки. Голубой оттенок, вот этот зеленоватый такой, он дает об этом знать. Возможно, какие-то газы. Минус 159 по Цельсию. Но выглядит, конечно, все это просто... Нереально. Согласись, очень красиво. Ну что же, давай опустимся на поверхность. Вот в эти большие кратеры. Голубой оттенок, а поверхность почему-то... Поверхность почему-то какая-то оранжевая. Даже, я бы сказал... Красновато-салатового цвета. Невероятно голубое небо. И посмотри, как близко у нас расположен спутник этой планеты. Я хочу ускорить время. Да. Здесь просто шикарное ночное небо, я тебе скажу. Посмотри. Стой, 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 стой. У нас, я так понимаю, здесь... Знаете, как на Земле? Белые ночи. А знаешь, почему здесь так светло даже ночью? Посмотри. Очень близко расположен спутник данной планеты. И весь свет, отражающийся от звезды на спутник, осветляет нам планету. Да. Это красиво. Очень выглядит. Фантастически. Вот, кстати, красный оттенок данной галактики. Так, здесь я заметил тоже есть вулканы. По-моему, они потухшие. Да, тут все полностью заморожено, скажем так. Как ярко. А что за белый оттенок? Замерзший углекислый газ, опять же. Что? Невероятно. Спутник на горизонте. Да, лед, замерзший газ, скорее всего. Достаточно очень классно. Все, я остаюсь, ребята, на краю Вселенной, на границе. И я не хочу возвращаться в наш дом. Я буду искать в дальнейшем здесь какие-то формы жизни. Искать планеты, похожие на нашу. Ну, а тебя я попрошу поставить пальчик вверх, подписаться на канал, нажать колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия. Я считаю, что мы открыли новый мир. Мы задержимся здесь надолго. И помните, что космос Вселенная бесконечна, и мы только начинаем свое путешествие в нем. До новых встреч. Пока.